Была сделана она в 13.35 с айфона, эппл, аппле, лайф самп, он постоянно устраивает какие-то вот эти вот все свои травли, как было в случае там со всем вот этим вот гта самп, потому что кто сейчас играет в гта самп, сейчас уже все знаете более-менее так переходит на мобилку или там в гта 5 рп, а гта самп он уже нечто такое подобное, но вот аризоны рп в этом плане уже как я лично думаю. Всем привет, сегодня мы с вами как обычно обсудим всякие разные новости из сферы гта сампа, но перед этим посмотрите предыдущие видеоролики, там знаете, ну все на моем канале, их у меня там немного, 840 с чем-то там их в общем-то есть или 800, я даже сейчас скажу сколько у меня там всего видеороликов, чтобы вы знали что вообще нужно посмотреть, 850 видеороликов у меня вот вместе с этим видеороликом 851 или 852 уже наверное, я точно не знаю, вот, но однако нечто подобное есть, поэтому заходите, узнавайте и прочие вещи также возможно делайте в ютубе, в своем, так сказать, аккаунте тикток и прочие вещи, ну сами понимаете, нужно наверное сделать. А новость сегодня у нас звучит примерно вот так. Калкор неожиданно добавил на официальный сайт самп ссылку на архивную версию вики с инфой по разработке самп сервера и в самом деле, то есть тут у нас есть скриншот, в котором мы в общем-то можем увидеть то, что там team.sa-mp.com и тут у нас есть такая, знаете, архивная версия вот этой вот всей гта-са вики. Я не знаю, зачем вообще обо всем этом писать, зачем я вообще обо всем этом сделал отдельный видеоролик, типа, какой в этом смысл, кому вообще интересно, что там на официальном сайте GTA-сампа происходит. Ну там есть вот эта вот вся ссылка на архивную версию GTA-сам вики или там ее нету, типа, ну а что от этого меняется-то, если честно, я не особо понимаю. То есть, ну вот, она есть, хорошо, вот присутствует она там, ну замечательно, круто, классно, ее там нет, типа, ну тоже неплохо, замечательно, круто, классно. В чем вообще проблема-то? Что, то есть то, что ее там убирали недавно, ну это да, там Калькор убирал, там Калькор делал что-то вот это вот все прочее, ну было такое дело, да. А что дальше-то из всего этого, не особо понятно. Однако, есть еще и следующая новость, которая продолжает весь этот стори-тейлинг, продолжает всю эту, возможно, Санта-Барбару, если ее так можно назвать по поводу всей вот этой вот GTA-са вики в GTA-сампе на официальном сайте и так далее. Давайте это тоже в том или в той или в иной степени обсудим, потому что, ну как можно без этого? Я все-таки самповский журналист, самповские вот эти вот все новости обозреваю, рассказываю вам о них, о том, что вообще происходит, о том, что случается в GTA-сампе и в прочих вещах. Также, возможно, оно бывает. Потом, в общем-то, та новость, о которой я вам недавно рассказывал, она была от 25 апреля, была сделана она в 13.35 с айфона, Apple, Apple, сами все понимаете. А вот эта вот вся новость новая, она была сделана 27 апреля 2021 года в 15.29 уже не с Apple, уже не с айфона. Однако, тут у нас пишут следующее. Ссылка на вики раздел пропала из меню официального сайта самп спустя сутки после добавления. Подчеркнуто добавление, видимо, добавление, оно, знаете ли, заплатило за размещение, иначе я не могу объяснить, почему Рома Злобин вот это вот все отметил. А сама страница была удалена. Колкор, ты там как? Нормально? А вот я хочу ответить, знаете ли, за Колкора, потому что вот этот вот весь лайф-самп, он постоянно устраивает какие-то вот эти вот все свои травли, как было в случае там со всем вот этим вот челом, который залил стиль разборку, когда там Фантомас все это делал, как звали челы, я не помню, по-моему, то ли Шаман, то ли Шадоу Шаман, то ли там Шадоу Демон из Доты 2, то ли вот это вот все прочее. То есть, что тогда они оставили, тегнули вот этого всего человека, оставили на него ссылку, и человека начали травить. Что сейчас? Они, в общем-то, оставляют такую, знаете, вот гиперссылочку на вот всю эту свою статью с добавлением того, что вот там добавили на официальный сайт GTA-сампа весь этот вики-раздел. В целом, этот вики-раздел, он уже нахуй никому не нужен, в целом, как и GTA-самп, потому что кто сейчас играет в GTA-самп? Сейчас уже все, знаете, более-менее так переходят на мобилку, или там в GTA-5 RP, а GTA-самп, он уже так более-менее что-то там доживает, возможно, свои последние деньки, может быть, даже дни доживает, и как-то у него там все вот таким образом происходит. Однако, что будет дальше с GTA-сампом, тут представить, ну, достаточно сложно. Может быть, выйдет новая версия, и чуваки такие вернутся, или появится какой-то инновационный сервак, какая-нибудь BlackRush захочет сделать свой сервак в GTA-сампе в обычном, то есть вот вложить все эти деньги, которые они сейчас заработали с GTA-к РМП, и открыть сервак в GTA-сампе, чтобы он еще был такой, знаете, кроссплатформенный, там, знаете, и на компьютере можно было с него поиграть, и с телефона, и опять они там все вот это вот заберут свои все доходы, там, может быть, даже расходы заберут, может быть, сделают все прочие вещи, возможно, тогда GTA-самп он опять-таки оживет, но фиг его знает, однако BlackRush, она вот умеет делать нечто такое подобное, но вот Arizona RP в этом плане уже, как я лично думаю, в плане онлайна, в плане игроков, в плане всех прочих вещей, в плане, может быть, даже доната, им уже вот не перебить все это, потому что, потому вот оно все случается именно так, и поэтому ничего там такое не перебить, ничего там не сделать, все, Arizona RP, вот у нее там, я не знаю, 14-15 тысяч онлайна, или там 13 тысяч онлайн, это без разницы, а все остальные серваки, они там уже все по полторы тысячи сидят, что-то там делают, что-то там вот это вот все рассказывают, и что из этого выходит по итогу, всем, в общем-то, без разницы на все эти серваки, то есть все, которые там есть, Diamond RP, сам RP, они существуют, они есть, с ними все хорошо, там на них кто-то, ну как сказать, хорошо относительно, на них кто-то там, знаете, еще даже играет, может быть, даже кто-то на них донатит, или вроде того, и за счет всего этого они живут, поэтому, ну, вот что-то наподобие того, однако то, что Arizona RP ушла куда-то там вперед во всем этом GTA Samp, и сейчас, по сути, весь GTA Samp это вот одна Arizona RP, а все остальное это уже, знаете, такое доборочное, чтобы добить вот этот вот весь ежемесячный, ежедневный, ежегодовой онлайн GTA Samp до 20 тысяч человек в день, или там в месяц, сколько там вообще сейчас играет в день человек в GTA Samp, я, если честно, но какое-то определенное количество людей, оно, в общем-то, играет, и это количество людей, оно до сих пор такое, знаете, конкурентное, оно может, так знаете, вот, конкурировать с такими более-менее нормальными мультиплеерными онлайн-играми, то есть тот онлайн, который сейчас есть во всем GTA Samp, он вообще не снился чувакам, которые там вот сидят с какими-нибудь своими играми онлайновыми, и поэтому, в общем-то, ну, что-то тут говорить такое, что вот, там то не то, это не то, я не я, корова не моя, это все, типа, ну, можно бесконечно, но факт остается фактом, Arizona RP это вот основной онлайн GTA Samp, изменится ли что-то в будущем? Вполне возможно, но, возможно, оно и не изменится, а, возможно, там сделаются еще какие-то вот эти вот все прочие, то есть как оно все повернется на самом же деле, мы обо всем этом знать не можем, и, скорее всего, мы даже, я вам более того скажу, не узнаем, поэтому тут вот как-то обо всем этом рассказывать, говорить, я не знаю, еще вот прочие вещи делать, ну, я не знаю, вы, конечно, можете все это делать в комментариях, я все комментарии стараюсь читать, прочитывать, обсуждать их в новых видеороликах, поэтому пишите комментарии свои осмысленные по поводу того, что же дальше будет со всем этим GTA Sampo, мультиплеер онлайн, андроид и вот все прочее, возможно, что все серваки из GTA Sampo, обычного компьютерного, они перейдут уже в такую, знаете, какую-то вот просто в мобильную стезю, откуда они выбираться уже больше не будут, и все, это будет конечная ступень GTA Sampo, и на этом уже вся история этого мультиплеера, она закончится. А может быть, такого не будет, кто ж его знает, поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я играл, снимал и, возможно, даже в какой-то степени рассказывал про проект Arizona Roleplay Phoenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, а также все прочие вещи, они находятся в описании данного видеоролика, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал, вы можете туда зайти, там со всем этим ознакомиться, там все это посмотреть, увидимся тут же, завтра и, возможно, даже в 20.00, а возможно, немного попозже, как уж пойдет, как карта ляжет, как говорится. До свидания и пока, и всего вам хорошего.